Российская серия кольцевых гонок провела минувший уикенд на трассе Нижегородское кольцо. Это был первый этап чемпионата, который прошел со зрителями на трибунах. Притом спрос на билеты оказался поистине ажиотажным. Посмотреть на гонки собрались больше двух тысяч фанатов автоспорта. И они остались довольны, ведь предпоследний этап сезона был чрезвычайно богат событиями. Яркий пример – класс-туринг, где субботний дождь не испугал Кирилла Ладыгина, который неожиданно переобулся в слике. И это стало роковой ошибкой. Заезд выиграл Дмитрий Брагин, призерами стали Алексей Дудукало и Михаил Митяев. Ну а лидер чемпионата закончил гонку лишь на последнем месте. Во втором заезде Ладыгин реабилитировался, став победителем. Награды также получили Андрей Масленников и Павел Кальманович. В Туринг-Лайте первую гонку на радость публике выиграла молодая пилотесса программы СМП Рейсинг Ирина Сидоркова, которой составили компанию многоопытные Владимир Шишенин и Николай Карамышев. Между тем, второе место позволило Шишенину набрать достаточное количество очков, чтобы досрочно получить чемпионский статус, с чем мы его, разумеется, и поздравляем. Вторую гонку этого класса выиграл уже Роман Голиков, вслед за которым финишировали Николай Карамышев и Леонид Панфилов. В зачете Super Production подиумы разыгрывали между собой одни и те же пилоты. Победы по очереди одерживали Евгений Мейтис и Дмитрий Лебедев. Серебряные награды делили Владислав Незванкин и Мейтис, бронзовые — Лебедев и Незванкин. А в классе С-1600 субботнюю гонку уверенно выиграл Эфим Гантмахер, которого не смог догнать Петр Плотников. Третьим не без усилий приехал Руслан Нафиков. В воскресенье лидерство захватил и в итоге удержал Алексей Савин. Его безостановочно атаковал Гантмахер, ставший вторым. Замкнул тройку лидеров опять Руслан Нафиков. Таким образом, предпоследний этап российской серии кольцевых гонок только усилил интригу перед финалом. В одних классах лидеры смогли стать недосягаемыми для соперников, а в других им придется защищать свои позиции на завершающем этапе. Этим этапом станут заезды на чеченской трассе «Крепость Грозная», намеченные на 10-11 октября. Таким образом, несмотря на чрезвычайно поздний старт сезона, в этом году первая гонка состоялась лишь 11 июля, чемпионат пройдет по вполне традиционному семисерийному сценарию.